А теперь и косточку принёс по грызушке. Поросюшкина ушко ему не даю, потому что как-то у него начался понос. Врач сказал, что его желудок не переносит этот жир, скорее всего. Потому что ушки сушёные, они как-то более такие жирненькие. И он их так любит. Но теперь не даю, боюсь. А это сухая косточка. Пусть её кушает. Не кушает, а грызёт. А то зубки-то чешутся. Вот всегда любят всё грызть на диване. Поэтому и диван застелила. А то диван ещё новый. Жалко выкидывать через год. Лучше одеяло буду стирать. С подушек это снимается, можно постирать. А диван вот накрыла. Так что можно будет стирать. Ой, чушь лапки. Мне нравится, когда лапками держат собачки и грызут. Ой, на это можно смотреть вечно. Вот такая прелесть. Видать, задние зубки чешутся. Больше пытается на задние. Ну да, клыки будем уже послезавтра удалять. У нас... Мы записались к врачу. Врач тоже сказал, надо удалять молочные клыки. Потому что у него меж клыками застревает еда. Это неприятный запах с его пасти, как говорится. И настоящий клык будет портиться от этого. Поэтому нужно срочно удалять. Кто бы там что ни говорил, что нельзя, оставьте, сами выпадут. Нет, сами они не выпадут. Это уже проверено. У меня была собака и не одна. И мы удаляли клыки. А там такие корни длиннющие, что они сами бы в жизнь не выпали. Да. Так и у Тимоши. Скорее всего, тоже корни очень длинные. Потому что они сами не выпадут. Ой, ты же упадешь сейчас. Ну ты же упадешь. Вот такой он у нас. Боловник. Иди к своим игрушкам. Я там уголок сделала для его игрушек. Сначала хотела купить такую корзину, куда буду скидывать его игрушки. Я подумала, это будет неудобно. Он берет сам, что ему хочется, что ему нравится. Я решила просто в одну лежанку. Он все равно у меня не лежит. Она для него маловатая. И я думала, буду туда скидывать игрушки. А ему когда надо, пусть берет. И вот он себе выбирает. Он сам себе выбирает игрушки. И вот так он грызет. Так он занимается. Вот такой вот красавец. Не знаю, как такое чудо можно было выбросить на улицу. Да я вообще не понимаю, как можно вообще собаку выбрасывать на улицу. Собак, кошек. Вот такое чудо. Такой умный песик. Такая лапочка. А глазик его вообще не замечаю. И мне порой кажется, что он видит этим глазиком. Потому что он, когда на тебя смотрит, он этим глазиком тоже шевелит. Ну как, вот куда ты идешь, этот глазик тоже как тебя не теряет. Мне кажется, он не совсем им слепой. Мне кажется, он все равно какую-то часть видит. Какой-то процент видит. Не знаю, ну мне так кажется. Хотя врач сказал, что он слепой на этот глазик. А я думаю, он видит. Так, пошел еще. Вот так, когда я с работы приезжаю, там ни одной игрушки нет. Все игрушки разбросаны. Как будто у меня дома ребенок живет. Берет игрушку. Выбирает. Все. Выбрал еще одну. Вот так вот ребенок наш забавляется. Когда никто с ним не играет. Когда кореша занята, я занята. И он сам себя вот так забавляет игрушками. Мы ему их много накупили. Так что у него сейчас есть. Дай посмотрю, что ты тут делаешь. Я хочу посмотреть, Тимош. Я посмотреть хочу. Нет, посмотри, не дает. Я говорю, жадина. Надо будет вовремя убирать, если уже разгрызет. Потому что он эту игрушку уже разгрыз. Хотя это собачьего магазина. Экстра для собак сделана. Вот он ее уже еще чуть-чуть. И эта игрушка была не из дешевых. И у нее такая ткань. Прям такая вот. Я думала, она долгоиграющая игрушка будет. Но нет. Смотрю, ее уже он приговаривает. Отворачивается. Не хочет. Да не заберу ее у тебя ее. И вот, главное, там, где уже разгрыз немножко. И пытается ту сторону так и догрызть. Димош, может, другую уже игрушку возьмешь? Давай я эту уберу. А то там что-то уже совсем ее. Да, он ее уже вон. Приговаривает. Вот такой красавица. От! Поймала. Игрушку сюда принес. Да, Тимош? Где твои игрушки? Где твои игрушки, Тимош? Покажи, где твои игрушки. Там игрушки. Да, Тимоша? Там игрушки. Я их сюда, в этот угол, складываю. Тимоша выносит лаклюр. Да, мой хороший. Ты мой хороший. Да, Зойку. Скажи, а самая любимая игрушка, это рука. Да? Скажи, это рука самая любимая игрушка. Ты мой хороший. Такая рыбочка. Да? Такая рыбочка. Уже так подрос. Он заметно подрос. Посмотрите, как он уже высокий стал. Такая кнопочка приехала. Такой маленький пупсик был. Толстенький. А сейчас так подрос. Оперился. Он такой большой уже стал. Да, Тимоша? Да. Вот ты мой хороший. Ты мой хороший. Да. Ты мой хороший. Все? Все? Когда руку ничего не дергаешь, он так спокойненько, да? Спокойненько. Тимой мальчик. Тимой мальчик. Да. Вот так. Вот так. Вкусная косточка, да? такой он у нас уже большой стал дать им уж такой большой пойдет час игрушку возьмет и пошел грызть через полчаса здесь ни одной игрушки не будет все по утром скиданы опять по квартире это любимое его занятие